здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о довольно серьезной теме называется она гмо и хочу с вами поговорить о том что это такое стоит ли бояться генетически модифицированных организмов и как часто их можно встретить в нашей жизни генетически модифицированные организмы имеют уже достаточно большую историю своего происхождения и использования в сельском хозяйстве во многих странах мира особенно это касается северной южной америки китая австралии других стран генетически модифицированные сорта уже даже давно вошли в практику земледелия одними из наиболее распространенных генетически модифицированных организмов сортов таких такого типа это кукуруза это соя это рапс это картофель немного сахарная свекла ну и по чуть-чуть другие сельскохозяйственные растения люди очень по-разному относятся к генетически модифицированным организмом европейской части на территории бывшего ссср большое количество населения относится к генетически модифицированным организмом с некоторой настороженностью и опаской с чем это связано конечно как правило такие вещи связаны с недостаточной информированностью естественное состояние человека воспринимать с опаской какие-то новые вещи новые явления особенно если их не очень понимаешь в чем их суть а ведь генетические модификации это достаточно сложная технология которая очень дорогая невероятно дорогая и подвластна только крупным компаниям зачастую международным корпорациям которые ведут создание новых сортов растений на этой основе что подразумевается когда мы говорим генетически модифицированный организм это означает что гены из одного организма принадлежащего к другому виду и не только к другому виду но и к другому роду переносятся из одного в другое другой организм другой род в организм который принадлежит к другому виду и роду. Зачастую такие переносы могут осуществляться даже между царствами. Из царства бактерий в царство растений, из царства животных в царство растений. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы передать какие-то полезные и нужные свойства растениям, которых у них никогда не было и не могло бы появиться естественным путем. Когда мы говорим, что не могло бы появиться, мы подразумеваем ту естественную историю, которую мы знаем. Потому что сказать, что может произойти через тысячу, десять тысяч или миллион лет, мы, конечно же, не можем. Можем только предполагать, спекулировать. Но, как некий факт, мы это заключить не можем. Вот на сегодняшний день, с точки зрения наших знаний, например, перенос генов от карася в ячмень естественным путем совершенно никак невозможен. В то же время подобного рода переносы могут быть очень полезны в том случае, если нам нужно придать, например, дополнительную холодноустойчивость сорта мазимого ячменя. Или необходимо придать, например, какие-то особо ценные питательные свойства. Он станет продуцировать, этот ячмень, полноценный белок для полноценного питания человека. С какой-то точки зрения, генетические модификации являются в высшей степени благоприятными для окружающей среды. Связано это с тем, что мы потребляем человечество, большое количество питания. Несмотря на то, что некоторые страны все еще находятся в дефиците питания, большинство развитых стран потребляет питание с большим избытком. В этой связи сельскохозяйственные площади продолжают расширяться и расширяться. На этих сельскохозяйственных площадях вносится огромное, просто колоссальное количество пестицидов, которые наносят зачастую непоправимый урон окружающей среде. Если мы возьмем ген, например, той же бациллюстурингенсис, который находится в препарате липидоцит и действует губительно на гусениц, или возьмем препараты другого ряда с этим же самым организмом, с этой же самой бактерией. И тот ген, который отвечает за синтез токсина внутри кишечника насекомых, вредителей их личинок, перенесем непосредственно в сам картофель, то сам картофель уже начнет вырабатывать этот токсин. При этом для человека этот токсин не представляет совершенно никакой опасности, потому что у нас существенно различается биохимия у нас и у колорадского жука или у гусеницы-капустницы-белянки, например. Мы все время с обыкновенной пищей ежедневно потребляем массу токсических веществ, которые действуют губительно, но совершенно на другие организмы. В этом нет ничего удивительного, это нормальный естественный процесс. Что же плохого будет в том, что этот токсин будет вырабатываться в картофеле, никаким образом на здоровье человека действовать не будет, в то же время на больших промышленных площадях не будут вноситься неонакотиноиды, не будут вноситься фосфорорганические соединения, не будут вноситься перитроиды, которые убивают буквально всех подряд, всю биоту, находящуюся на этом картофельном поле. Конечно, в этом ничего хорошего нету. Кто укусил картошку, тот погибнет, а кто ее не кусает, безвредные насекомые, пускай они живут, пускай они будут в полном порядке. Поэтому в этом смысле генетические модификации являются чрезвычайно благоприятными как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Потому что, как бы мы ни старались, все равно, при применении средств защиты растений, пусть минимальные дозы, остаточные дозы, но мы все равно их ежедневно употребляем в пищу. И меня удивляет, почему ученые не говорят о том, что потребление вот таких остаточных доз пестицидов является таким опасным и очень вредным. Конечно, здесь нужно думать не только о науке, но также и о маркетинге. Тогда, когда крупные корпорации, производящие средства защиты растений, заинтересованы в том, чтобы их продукция покупалась и очень широко применялась. Естественно, что здесь может начаться определенная такая рыночная война. Могут формироваться серьезные настроения у населения против современных технологий, против того, чтобы люди перестали потреблять продукцию с остаточными дозами пестицидов, чтобы они были против потребления продукции, которая была выращена с использованием жестких средств защиты растений в том числе. Ведь, несмотря на то, что продукция должна проходить анализ на остаточные дозы, эти остаточные дозы там есть. Просто они есть там в пределах какой-то нормы. Но эта норма есть, она установлена, и мы потребляем эти продукты. И как это скажется в поколениях, как это будет в дальнейшем, покажет только время и история. Но уже есть сведения о том, что ничего хорошего в том, чтобы употреблять вот эти остаточные дозы пестицидов нет. На сегодняшний день уже выиграны судебные процессы, даже в отношении использования такого ранее казавшегося абсолютно безобидным, хоть пей, гербицидного препарата, как глифосаты. Это Рундаб, Торнадо и целый большой ряд других препаратов, которые используются для уничтожения сорной растительности. Уже было доказано и уже были получены компенсации финансовые за то, что человек, который потреблял, вот в производстве использовал эти препараты, заболел раком. Уже волна вот эта началась. Так стоит ли нам дальше сопротивляться тому научному прогрессу, который несет нам генетическая модификация. Если в отношении пестицидных препаратов существуют определенные теоретические, практически экспериментальные предпосылки в отношении того, сколько этих препаратов можно безопасно потреблять ежедневно, то в отношении генетических модификаций очень сложно даже найти какие-то теоретические опасности, которые это может с собой нести. Потому что мы ежедневно вместе с пищей потребляем огромное количество бактерий, огромное количество различных грибов, их спор. Потребляем огромное количество ДНК, которое как раз таки и модифицируется. И говорить о том, что вот эти вот конструкции, вот эти модификации каким-то образом могут повлиять на организм человека, это просто мракобесие. Потому что мы ежедневно с каждой порцией пищи потребляем огромное количество этой ДНК. И механизмы человеческого организма или любого другого очень сильно защищают нас от этой чужеродной ДНК. Поэтому никаких рисков влияния вот этой модифицированной ДНК на наш организм абсолютно нет. Она абсолютно отсутствует. Можно проспекулировать и предположить, что какой-то ген, который будет образовывать какой-то токсин в несвойственном ему организме, может повзаимодействовать с другими генами, с другими биохимическими молекулами, которые находятся в норме, в обычном состоянии в этом организме. И может получиться какое-то третье вещество, которое может оказаться токсичным. Но эти вопросы все легко решаются на уровне тестирования. Как только ученые получают новую генетическую модификацию, то продукция, которая получена в результате выращивания растений с этой модификации, подвергается всестороннему анализу. И она признается нетоксичной. На сегодняшний день не существует ни одного факта, что такое явление могло произойти в реальной жизни. Это только какие-то теоретические предпосылки. Что же касается всевозможных страшилок, которые можно прочитать в желтой прессе или на желтом телевидении. Понимаете, там каналы какие-то типа СТВ, ну там рептилоидов показывают чуть не каждый день. И одновременно показывают какие-то страшилки про генетические модификации. К этому надо относиться как к сказке про Бабу-Ягу там или про Кощея Бессмертного. Никто же в них не верит и на самом деле не боится. К сожалению, в Российской Федерации, ну и вообще на территории бывшего СССР, но Российской Федерации в особенности, сейчас развелось какое-то огромное количество лжеученых, которые пропихивают какие-то дикие абсолютно антинаучные идеи. В принципе, научное сообщество как-то на это смотрит сквозь пальцы. Ну говорят, что да, во многих странах это там 50-60 лет назад тоже было. Где-то они проходили через такие же точно истории в науке, что это болезни какого-то роста пройдут они и вот в наших странах, на нашем пространстве. Но именно поэтому необходимо не слушать всех подряд, кто там что болтает из телевизора, кому что в голову больную придет, а действительно нужно искать хорошую обоснованную информацию. С моей точки зрения я бы предпочел съесть колбасу с мясом, в которой содержится некоторое количество генномодифицированной сои. К сожалению, в Беларуси такую колбасу не производят вообще сои. Почему-то наличие сои в этой колбасе, особенно ГМО, считается каким-то, какой-то страшилкой, какой-то огромной опасностью. С моей точки зрения, с точки зрения биолога, это было бы совсем неплохо, потому что на вкусовых качествах не скажется, на питательные ценности не скажется. Сейчас в сельском хозяйстве в животноводстве применяется огромное количество антибиотиков, гормонов, различных лекарственных препаратов, которые тоже попадают в мясо, которое там находится. Соя, выращиваемая традиционным путем, претерпевает множество обработок всевозможными пестицидными препаратами, в отличие, скажем, от сои, которая генетически модифицирована. В этой связи замена части такого гормонально напичканного с антибиотиками мяса, соей, которая бы не содержала в своем составе остатков пестицидов, являлась бы для меня таким предметом выбора. То есть я бы с удовольствием покупал такие продукты. Но, к сожалению, вот это лобби, вот это вот формирование такого неправильного общественного мнения приводит к тому, что люди начинают этого бояться. Когда я показываю вот такую кукурузу и у людей спрашиваю, как вы думаете, что это за кукуруза, большинство людей, просто подавляющее большинство людей сразу вспоминает про ГМО. Они говорят, о, это ГМО кукуруза, наверное, это ГМО. Я даже столкнулся с интересной ситуацией, когда в одном из районов Беларуси у меня было поле вот с такой вот кукурузой. И вокруг тоже росла другая традиционная кукуруза. Я вообще-то, честно говоря, опасался, что местное население может немножечко ее там с поля у меня потаскать. А вообще, это научное исследование, поэтому мне было бы ее очень-очень жалко. Но местное население вообще не взяло ни одного початка у меня, не стащило. При этом, что на соседних полях немножечко подтаскивало эту кукурузу. Я сперва думал, что какое хорошее население, такое разумное. А потом оказалось, что, в общем, люди пытались там посмотреть на эту кукурузу и испугались, что это ГМО. То есть, даже в глубинке, даже в самых глубоких таких деревнях белорусских знают люди о ГМО и уже думают, что это очень опасно. Ну, на самом деле, вот эта кукуруза, это как раз-таки не современная кукуруза, это как раз-таки традиционная кукуруза, которая выращивалась веками в Южной Америке. Вот такая черная, она бывает всякая, разноцветная, очень красивая. Вот, всех цветов радуги, хотя мы в основном привыкли, что кукуруза желтая, содержит заексантин, а вот эта кукуруза в составе своего зерна содержит в огромном количестве антоцианы. Это те же самые пигменты, которые содержатся и в чернике, и за которую мы ее так любим, потому что она очень для нас полезна, для сердца, для зрения, для всего организма в целом. Поэтому, если вы вдруг будете сталкиваться с какими-то черными томатами, черными перцами, там, черной кукурузой или другими растениями с необычной формой или окраской, не надо думать, что это ГМО. ГМО встречается в нашей повседневной жизни очень редко, и съесть мы его можем в виде крахмала кукурузного, в виде, там, еще каких-то переработанных продуктов. А вот так, чтобы вырастить на своем участке ГМО, там, томат или какую-то другую культуру или картофель, это огромная редкость, потому что никакая корпорация не станет работать на маленький любительский рынок. Она будет работать всегда на широкий, такой промышленный рынок. В этой связи, в общем, ну, надо мыслить ясно об этом, мыслить разумно и не поддаваться тем фобиям, не поддаваться тем каким-то спекуляциям, которые можно слышать из средств массовой информации. Еще хочу сказать о таком ужасном явлении, оно, в общем, связано с тем, о чем я сейчас говорил, это надписи, что не содержит ГМО. То есть, уже до того производители обнаглели и настолько спекулируют на некоторые неосведомленности покупателей и людей, что начинают писать не содержит ГМО на поваренной соли, на минеральной воде, на растительном масле, и бог знает еще на чем. Эти продукты, в принципе, не могут содержать, какие организмы может содержать поваренная соль, или какие организмы может содержать вода питьевая, или какие остатки генетических модификаций может содержать в себе растительное масло в то время, когда масло содержит жиры, а генетические модификации относятся к нуклеиновым кислотам и в какой-то степени к белкам и продуктам там ферментативных реакций. То есть, растительное масло, в принципе, не может содержать каких-то продуктов, даже относительно касающихся самих ГМО. То же самое и касается крахмала. Ну, а когда на этикетках читают, крахмал модифицированный, считают, что эта модификация связана с генетически модифицированными организмами, но это уж и вовсе глупость, потому что эта модификация совершенно иного рода и никакого отношения к ГМО не имеет. Ну, весь мир на сегодняшний день, любительское овощеводство и цветоводство, они сейчас весь мир увлечен традиционными сортами, старинными сортами. И чем более старый сорт, там 100-летней давности, 60-летней давности, чем более он традиционный, тем он считается более ценным. В Российской Федерации, в Беларуси, в других странах постсоветского пространства существует иная тенденция. Люди почему-то начали гоняться за какими-то новинками, новинками, новинками. Ну, и поэтому есть вторая волна, которая опасается, что в этих новинках могут быть какие-то генетические модификации. Я лишь хочу сказать о том, что как традиционные сорта вот такого плана сорта, старинные сорта, любительские сорта, так и современные сорта любительского рынка никогда не будут содержать каких-либо генетических модификаций, которые были туда специально вставлены и внедрены. Просто потому, что это очень-очень дорого. Что ж, я надеюсь, что вы поняли мою позицию в отношении генетических модификаций. Если противопоставлять генетические модификации и традиционные методы выращивания растений с использованием пестицидов, я всегда буду за генетические модификации. Потому что это гораздо полезнее для здоровья, чем использование овощей из гипермаркета, которые выращивались с использованием всевозможных ядов. Я желаю вам быть здоровыми, не поддаваться какой-то такой волне непроверенной, нечестной информации. Игнорировать продукты, если на них на соли, на воде, на растительном масле написано, не содержит ГМО. Это значит, что производитель вас очень сильно не уважает и спекулирует на вашей неосведомленности. И не бояться того, чего не надо бояться. В мире есть много вещей, о которых надо беспокоиться, против которых надо бороться и каким образом улучшать наше качество жизни. И генетические модификации здесь совершенно ни при чем. Желаю вам успехов, всего хорошего. До свидания.